Женька Будем прыгать козочкой, догоняй и вслед скачи по дороге пусая, как иметь фигуру стройную, хватит вот седать на троне, голень, бедром, ягодицам приседания устроим. В общем так, моя Олеся, за и против, четко взвесив итальянскою принцессой, захотела стать хоть тресней, Фабио, бой интернетный, оказался тип безвредный, прискакал на тройке с губном, с позолоченной карете, тут сеструха не сверпела, ведь давно мечтала дело быть за мужем, а не перед, чтобы не ходил налево. Захотела съездить в баре, мраморные полы потраить, ну а если все срастется, заодно и встретит старость, так и вышло. Леся вскоре переехала на море, теперь электрик избрит, что он ее пармезаном кормит, мужу пенжаки утюжит, с макаронниками дружит, прибавляя ежегодно в темпераменте снаружи. И скучает, несомненно, по бульбашским, да по стенам, по брелевским полуношным разговорам откровенным, Каб по парку прогуляться, по морозу в минус двадцать, ну а лучше в минус сорок прямо воркуту податься. Да, взрослеем понемногу телом, а душой ей-богу, пусть вы глаз в руках лежит. Чао, Тути, всем огромный привет из Италии. У нас воскресенье, значит, пришло время послушать попугаев. Мы приехали в парк в Джовинацию. Мусечка катается на качеле, папа сидит в телефоне. Розалия спит в колясочке. Сегодня 12 февраля, на улице тепло и хорошо, 13 градусов. На солнце ощущается, как градусов 19, а в тенечке, ну так, на 10-12. Сегодня в парке все деревья почему-то обвязаны, вот, на уровне чуть выше головы. Все деревья обвязали вот такой вот штукой. Я не знаю, это может быть для того, чтобы красить их тут снизу, или, ну, какие-то такие странные мероприятия. Ну, я не знаю, для чего это, просто вот показываю, что все деревья так обработаны. Пока малышка спит, немножко подвечаю на вопросы, на комментарии. Во-первых, хочу сразу передать большой привет всем, кто пишет мне комментарии. И всех вас поблагодарить за то, что вы это пишете, потому что мне всегда приятно и очень интересно их читать. И я обожаю просто на них отвечать. Вот, спасибо вам всем огромное. Под одним из последних видео Люба написала, что я постройнела. Видать, мои танцы и прогулки дают результат. На самом деле это не так, ничего я не постройнела. Вес стоит на месте, и это все просто удачный ракурс и оптическая иллюзия. Желание похудеть есть, потому что 85 килограмм носить на себе это не шутка, это почти двойной вес из того, что мне положено. Поэтому, конечно, хочется как можно скорее от него избавиться. Пока не получается у меня ограничиться в питании. Мне наоборот хочется есть все время. Дальше, зрительница Виоли, 55, она написала несколько вопросов. Вот один касался кухни, что она у нас такая небольшая и без двери. Значит, что касается... и попросила сделать рум-тур. Значит, в ближайшее время у нас будет ремонт, именно вот в этом зале. Поэтому, я думаю, что будет много съемок из зала, что-то из кухни. Что касается, удобна ли такая кухня. Ну, у нас дело в том, что было вынуждено решение. Раньше это был не зал и кухня, это была спальня родителей и примыкающая к ней ванная комната. Но родители приехали на первый этаж, освободили нам весь второй. Раньше второй этаж был просто спальные комнаты и ванная. Ну, мы, в общем, исходя из того, что было, приняли такое решение сделать из этой бывшей спальни зал. И... у меня малая проснулась, я ее качаю. Поэтому я так двигаюсь сюда-сюда. Сделать из этой комнаты зал и переоборудовать ванную в кухню. Она у нас длиной 3,5 метра и в ширину, не знаю, сколько, надо померить, но она узкая в ширину. Ни столов, ни стульев на кухне нет. На кухне у нас только... только кухонный гарнитур, ящики для хранения и малыш. Все. Парк закрылся, мы поехали еще возле моря погулять, живинацию. Холодная? Какая такая? Мы иногда на этот пляжик тоже ездим. Он небольшой, но там можно вот на камнях. И вот здесь на камушках. Здесь удобно входить. Давай руку. Строгай моя ручка. Ну, такая, тепленькая. Колодно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 обошлось мне шесть с половиной евро салюты пизанте? пизанте? фасольку я уже замочила вот эту мелкую которую сейчас купила буду готовить на ужин фасоль с пастой тоже итальянское блюдо мы русские так не едим но муж мой любит на обед буду делать по-быстрому вот у меня две такие вот крокколи и бастанчини пожарю кто что захочет то есть есть и как всегда этот спагетти с сугетто сейчас покажу как я его делаю я уже в некоторых видео это делала показывала как я готовлю этот соус но девчонки спросили в комментариях воли воли 55 не знаю как как зовут вот но как бы в комментариях спросили покажите как вы это готовите очередной раз покажем еще раз готовлю я сегодня не одна со мной моя принцесса он очень вкусно кушает свою кофточку может не будем это кушать розалейка вот так повернись к нам куку куку агу в общем я ее притащила на кухню в люльке сейчас будем вместе готовить не-не-не-не-не кушай кушай кофточку кушай малая передумала ушла спать так что готовлю я с вами одна рыбных полуфабрикатов я уже нажарила будем делать соус сегодня дело вот такие вот помидоры в собственном соку фирма десанты но в общем то она не особо важно в какие брать главное должны быть томаты в собственном соку фирма не особенно важно так выкладываем они такие длинненькие вкусненькие их нужно перетереть у итальянцев они все время используют такую пасовердура такой доисторический аппарат можно просто вилкой помять я мну толкачкой белорусской так значит я разминаю все помидоры размяла до однородного до однородной консистенции немножко соли ложу нужно положить сюда базилик но у меня сегодня базилика нету не сезон надо новый вазончик базилика купить и я ложу просто петрушку чесночок и оливковое масло раз-два-три это приучила свекровь на глаз наливать я его на глаз все время рюк а еще соль добавлю вечно это пересаливаю ставим на газ должно закипеть помешаем помешаем постоянно периодически его помешиваем закипает после закипания варится на медленном огне 30-40 минут как понять что готовым становится более темного насыщенного такого цвета я покажу когда уже будет готовым все варим еще макароны отдельно варю макароны пасту паста спагетти соус периодически помешиваем чтобы не подгорел у меня уже варится минут 15 видите немножечко потемнело почему я сегодня готовлю рыбу полуфабрикат не мясо не рыбу свежую потому что днем мало еще у нее настолько не организован режим что нужно готовить что-то очень очень быстро иначе рискуем вообще остаться голодными вот если она только заснула все значит я все кидаю что быстро готовится вот замороженные рыбной палочки вполне очень даже подойдет поставила водичку на макароны прикольно это новая пастрюля в ней очень хорошо варить супы или отварить какие-нибудь макароны но если ставить что-то такое что может пригореть например тот же соус или отваривать рис гречку то лучше этого не делать потому что дно очень тонкая и просто все пригорает поэтому я в ней соус не делая в ней только такое где много жидкости например суп отвариваю делаю бродовичка кроме того что я готовлю у нас еще на обед сегодня будет вот такое вот блюдо это писели конкорчёфи а по-русски горошек с артишоками это делала моя свекровь любимая дорогая вот я это делать не умею но вернее я думаю я подозреваю к но готовится но чистить корчёфи это это жесть я терпеть это не могу делать я их только есть люблю вот обычно они едят это с макаронами вместе но мы просто отдельно сегодня поедим так этот горошка обычно едят с рисом или с мелкими макаронами но мы так просто отдельно будем кушать тоже очень вкусно все сугетта готова так он выглядит он когда сварилась всем накладываем пасту сверху пару ложек сугетта или сколько вам нужно посыпаем пармезаном и вперед я кстати передумала и буду делать вот такие такую маленькую пасту хотела спагетти но передумала сделаю такую пасту мы с мужем будем есть ее с горошком с этим вот а дочка горошек не любит поэтому она будет сугетта и вот так вот это выглядит сугетта такие макаронки а вот так выглядят мои макаронки с горошком мы отправляемся обедать приятного нам аппетита у нас тут сегодня очередной день в раю солнышко светит птички поют правда немножко прохладно днем градусов 13-14 а ночью холодно было вот сегодня ночью вчера ночью там не знаю может даже массовая температура я не смотрела сколько градусов но ощутимо холодно вчера так сыро было даже я замерзла дома сегодня кстати 4 16 февраля утро ранее иду гулять малышкой вчера попробовала тоже такое время выйти около 9 утра и нормально она полтора часа спала на улице это обычно выходим минут двадцать тридцать сорок и все крики вопли бегом бежим домой с вами вот в это время она так хорошо поспала часа полтора мы где-то гуляли она просыпалась на это качала и нормально значит и я уже постараюсь под эту режим очень надеюсь что это уже вырисовывается часы бостер вот струн вот тоже 100 ваней а сна очень хочется наладить режим потому что как было до сих пор это круглосуточное сосание круглосуточное кормление и вообще ничего не понятно очень очень неудобно совершенно невозможно сделать некие свои дела жизнь конечно крутится первую очередь вокруг маленького ребенка но кроме этого есть много чего другого очень хочется уже наладить режим к трем месяцам вообще я так смотрела в интернете сама уже не помню как это бывает двоих вырастила и сейчас вообще удивляюсь как это я умудрилась потому что я очень ничего не помню время прошло кажется что они всегда были такие организованные был сон была еда было гуляние было ну как-то все было более-менее организовано сейчас вообще ничего не понятно вот поэтому читая все в интернете вспоминаю как это чего это учусь заново фактически вот и в интернете было написано что к трем месяцам более-менее у ребенка уже вырабатывается режим и должно быть три сна вчера например я смогла с утра с ней сходить на рынок прогуляться утром а вечером смогла сходить на собрание в школу в школе кстати у нас вчера было такое собрание но шутка не такой обычно мы приходим стоим все в очереди там наши все педагоги учителя и родители по одному заходят в кабинет и беседуют с учителями что касается поведения рассматриваются вопросы вопросы обучения на что нужно сделать упор по какому предмету на что обратить внимание где там ребенок может не ну не понимает чего-то или не получается обычно у меня по учебе вообще вопросов никаких не было и всегда наши беседы с учителями там сводились только к вопросам поведения потому что здесь у нас например в классе система называется сын за дзайна то есть проект школа без рюкзака и все направлено на то чтобы детки умели работать в коллективе работать в группе вот и очень много вопросов у нас возникало что жена например она не была обучена там где-то делиться какими-то стерками а здесь конкретно вот у тебя нету своего там нет такого что ты принес это мой карандаш это моя стерка это мое то нет здесь все мы заранее сдаем деньги все покупается на весь класс и все и оно общее стоит два стола соединены вместе за партой может сидеть соответственно вот так по бокам детки сидят может сидеть до восьми человек это группа и все что стоит на столе это общее вы должны делиться и вы должны как бы вместе выполнять задания или там их делят еще одна пары на два человека три четыре делят на группе и вы выполняете задание вместе вот и у нас как бы возникали вопросы по поведению вот именно по организации а что касается учебы у нас всегда все было хорошо педагоги там сводилась к двум фразам уважение молодец все хорошо все успевает многие итальянские дети не успевают так по итальянскому допустим как она вот и вчера было немножко другое собрание другое потому что родители всех собрали вместе и ну в принципе обсуждали те же самые вопросы но только не по одному а всем вместе разговаривали о том что в классе до сих пор ну класс не сплоченный коллектив он не есть одна группа а до сих пор он такой разобщенный весь и там и специалисты какие то приходят беседуют раз в неделю раз десять дней приходит специалист беседует со всеми детками и делает такую оценку ну и вот и до сих пор отмечает что класс не сплотился настолько что это одна группа и здесь этому уделяется в этом проекте очень большое внимание не знаю как в обычных классах которые учатся в италии по обычном по обычной программе но вот в нашем классе этому уделяется очень большое внимание во всех классах которые работают по проекту с conversation уделяет очень большое внимание тому что класс должен быть работать как 1 целое не должно быть такого что я с этим дружить не хочу с этим я работать не буду а должно быть такое что каждый ребенок в классе должен быть способен скоперироваться и работать или со всем классом или с отдельными его членами Можно было разбить весь класс на группки произвольно И все должны друг другу помогать Все должны вместе хорошо работать Вот такой вот момент хотела рассказать Мы уже у моря, дышим Малышка спит Сейчас подышим немножко, подышим И пойдем в сторону магазинов Потому что я хочу еще успеть кое-что купить Пока она не проснулась Мне муж наконец-то прицепил к коляске Вот эту штукенцию снизу Вот этот ящик снизу Сетка Для того, чтобы нужно было туда что-то закинуть Потому что я Она у нас вот так вот два месяца была Без этой корзинки снизу коляска Ну в принципе особо я никуда не ходила Но я так привыкла Со старшими детьми я всегда ходила по магазинам С колясочкой И вот снизу мне нужно иметь возможность Или кинуть пакет с чем-то, что я купила Или вещь какую-то с нее снять Чтобы она ей не мешала Кофточка лишняя, шапочка туда закинуть Тоже снизу Вот Сегодня мы уже как бы в полной боевой готовности Готовы ходить в магазин Главное, чтобы она не проснулась А до этого мы только пару раз проехали по распродажам А так никуда больше не ходили Я кстати с распродаж Хотела все Сделать видео моей покупки И никак не получается Но с Женькиной покупки мы сняли Такое видео Сделали ей лукбук С аутфитами Сформировали луки Аутфиты из этих покупок И сделали такое видео Сейчас я его монтирую Скоро выложу Что еще хотела рассказать Звонили мы на днях в посольство В белорусское Потому что девчонки мои У них итальянское гражданство И белорусское Причем Как мне объяснили в посольстве Значит у них не двойное гражданство Потому что нет такого у Беларуси Что нет такой возможности иметь двойное гражданство Она не признает Беларусь такое Только одно гражданство должно быть Своей страны Белоруссии Но с Италией есть соглашение Специальное Соответственно Люди могут иметь Также и итальянское гражданство Граждане Беларуси Могут иметь и итальянское Но это будет не двойное А именно Они получаются Граждане двух разных государств Одновременно И граждане Италии И граждане Беларуси Почему звонили Потому что нужно младший Делать паспорт Белорусский И соответственно Нужно старший делать паспорт У старшей девочки моей Заканчивается паспорт 24 мая И я не знаю Мы успеем до 24 мая Выехать в Беларусь Или Не успеем Поедем чуть позже В начале июня Мы еще билеты не купили Как бы там У нас Со многими вопросами связано С прививками Паспорт белорусский Сертификат возвращения И соответственно Паспорт Тоже Можно без приезда Оформить Вышлют его на Адрес Паспорт временный На 6 месяцев Так что мы чуть-чуть Попозже будем Подаваться Посмотрим Может быть Удастся Получается Без поездки в Рим Оформить все документы Выслать просто Необходимые документы И нам придут сразу Два паспорта на дом Продолжение следует... Вот когда написано Оферта Значит Это Спецпредложение Какое-то Солька Мои сегодняшние покупки Мерендина для Жени Это мы наверное С Женькой вместе поедим Эти круассанчики С шоколадом Апельсины Должны быть Красные Ну тут сказали Микс Красные и желтые Вот такой вот Йогурт Ну-ка Сконцентрируйся Так Йогурт С клубничкой С бананом С коморса Сыр Женя любит Это как-нибудь Сделаем Из маскарпоне Она просила Тортик Тирамису Два огурца Два помидора Вот это мне катышки Надо Побрезать С одного Наряда Спортивный костюм На рынке купила И в тот же день Покрылся Рискатышками Соль морская Вареный бурочок Свекла И Бу-бу-бу Моис Кукуруза Уже вареная Все это стоило 26 евро 23 цента Вот Сегодня вечером У меня еще Поход в парикмахерскую Я уже говорила Что записалась Так что В таком ужасном виде Вы меня должны видеть В последний раз Я надеюсь Завтра я буду уже там Красивая Красивая Еще с ним Хочу поговорить По поводу окрашивания Что он мне посоветует Ну вообще Короче Познакомиться Попробовать Подойдет ли мне Если он мне подойдет Как мастер Если мне понравится результат Это конечно Будет шикарно Потому что Он Ну здесь в парикмахерской Рядышком с домом Для меня это был бы лучший вариант На этом с вами прощаюсь Всем огромный привет Из Талии Чао-чао Пока-пока До встречи в новых видео Боже мой Какая сегодня Красота на улице Специально пошли вдоль моря Чтобы малая подышала Именно морским воздухом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok